Вот вы видите на книге полночищения организма, здесь внизу написано, без очищения нет исцеления. Это фраза древних врачевателей, которые знали силу очистительного процесса. Значит, если обратиться к древним источникам за несколько тысяч лет до нашего времени, то уже они говорили, без очищения нет исцеления. Древние мудрецы говорили так, тело очищается водой, разум очищается знанием, а душа очищается слезами. Древние мудрецы наука очищения широко использовалась уже в Древней Индии. Так, Аюрведа, это наука о здоровье, о том, как сохранить здоровье и продлить его, ставит голодание на первое место среди очистительных процедур, но в то же время предостерегает от неумелого его применения. Более того, врачи-айурведисты много тысяч лет назад разработали прекрасную систему мягких очистительных процедур и назвали ее Панчакарма, что означает пять действий. Эти процедуры позволяют очищать клетки организма от токсинов, от ядов, используя для этого природные очистительные каналы, потовые железы, кровеносное русло, почки, печень и кишечник. При этом Панчакарма рассматривается как система периодически повторяемых профилактических мероприятий, необходимых для обеспечения нормальной жизнедеятельности организма на несколько ближайших месяцев или на год вперед, в зависимости от степени чистоты, которой хотели достичь. Врачи-айурведисты утверждают, что хорошее самочувствие не будет до тех, пока организм не очистится от вредных отложений. Древние тексты аюрведы гласят, что каждый, кто не безразличен к своему здоровью, должен время от времени проходить полный курс Панчакармы. Курс Панчакармы состоит из нескольких ступеней. Предварительное смягчение организма, то есть наши ткани, пропитанные жидкостью, они имеют такую структуру холодцеподобную, то есть студеобразную. И вот этот студен имеет свойство сгущаться. Естественно, пока мы его не размягчим, эти шлаки в нем застряли и торчат, будем говорить. И все такое очищение, типа там покушали смузи, музи и так далее, толком ничего не даст. На том уровне, на котором это бы хотелось. Вот. То есть предварительное смягчение организма. Масляной массаж, лечебное потение, клизмы, очищение дыхательных путей. Дальше, после очищения организма, это уже пошли следующие. Кстати, масляной массаж, он тоже будет действовать как такое смягчение организма. А вот дальше, уже после смягчения, пошло лечебное потение, очищение толстого кишечника, очищение дыхательных путей. В тибетском варианте Айурведы Джудши, также говорится об очищении с помощью рвоты, слабительных, клизм и так далее. Прекрасно рассказано о предварительной подготовке организма о смягчении, от которой во многом зависит успех очистительных процедур. И вот здесь я смягчение особо разобрал и с теоретической стороны, и с практической. Как эту теорию легко и просто применить к себе. Во всех странах древнего мира имели свои специфические подходы к очищению организма, которые зависели от климата традиции. Однако были выделены самые эффективные. Это баня, клизма, рвота, слабительная, голод, которые применялись практически везде. Все подлинные врачи, как в прошлом, так и ныне, широко использовали и используют очистительные процедуры. И как показывает опыт, подтвержденный новейшими исследованиями из различных областей науки, избавление от болезни не будет до тех пор, пока болезнетворное начало не будет выведено из организма. Как правило, с помощью медикаментов это сделать нельзя. С помощью очистительных процедур можно. По этой причине древняя наука очищения человеческого организма дожила до наших дней, утвердилась и является одним из наиболее эффективных инструментов в борьбе за здоровье человека. Вот мы с вами разобрали первую часть. А именно, правда и ложь. Правда ли, что очищение помогает или это ложно? И с помощью чего лучше всего очищаться? Что касается питания, питание, вы знаете, я бы так сказал, конечно, питание имеет большое значение с его помощью. Лучше так сказать. О том, насколько питание помогает в очищении организма, мы поговорим в следующий раз. То есть мы поговорим о питании, о голодании, о постах, ну и различных продуктах, которые можно использовать для очищения. И насколько это все эффективно. На этом я закончу.